Друзья, добрый день! Посмотрите, какая красота украшает мой сад. Это катарантус. Я давно для себя сделала выбор между петунией и катарантусом. Конечно же, выбрала катарантус. Петуния бесспорно красивый однолетник, популярный, любимый многими цветоводами. Но вот все больше петуния стала повреждаться болезнями, вредителями. Необходимо обрезать в середине лета, так как кустик теряет декоративность, распадается, оголяется от основания. А хочется, чтобы куст снова стал компактным, цвел обильно, вот и пляшешь вокруг него. Стрижешь, обрезаешь, обрабатываешь. Было время, когда я выращивала огромное количество кашпо с петуниями. И когда мне попался катарантус в руки первый раз, купила я его на рынке, ничего еще не зная о нем. Просто понравился кустик с одним красивым цветочком, таким ярким, таким незнакомым. Нашла о нем немного информации и подружилась с ним. Наработала свой опыт и теперь могу поделиться с вами и опытом, и впечатлениями. Сразу могу сказать, катарантус для юга отличный вариант. Как однолетник прекрасно подходит для выращивания в кашпо и как замена петунии для тех, кто в ней разочаровался. Катарантус это многолетнее вечно зеленое растение, но у нас оно выращивается как однолетник, так как не зимует в нашем климате. Само растение пришло к нам из субтропика в Африке, поэтому понятно, почему у нас катарантус не зимует. Но мы нисколько не огорчены и готовы выращивать катарантус как однолетнее растение, потому что это невероятная красота. И к тому же оно намного беспроблемнее в уходе, даже совсем не проблемное по сравнению с петунией, которая поражается болезнями, вредителями. Ее надо стричь в какой-то момент роста, наблюдать неприглядные горшки или убирать их на некоторое время, чтобы не портили вид на участке, где она находилась. Я ничуть не против петуний, сама любуюсь ее красотой, но в других садах. У меня есть несколько горшков с петунией, люблю синюю, она очень ароматная и по цвету подходит к любому растению в моем саду. Сею петунию сама, сорт этот называется танго, очень мне он нравится. Петуния не ампельная, петуния растет небольшим кустиком, но очень-очень красивая. Вот свой выбор оставила именно на этом сорте петунии. И всего несколько горшочков. Растет у меня еще пара-тройка других петуний, подаренных мне, поэтому тоже выращиваю, любуюсь. Петуния красивая и очень душистая. Но возвращаемся к катарантусу. Нашу южную жару просто обожает этот цветок. Любит солнышко, любит сухую погоду нашу. Выращивать можно и в открытом грунте, и в кашпо. Я предпочитаю все-таки выращивать в кашпо. Из опыта поняла, что в кашпо катарантус себя чувствует лучше, лучше развивается, обильнее цветет. В открытом грунте он очень медленно идет в рост, долго сидит на месте. Все-таки я решила, что это растение для контейнерного садика. Предпочитаю ампельные сорта, именно для кашпо. То есть они намного интереснее, лучше смотрятся, чем прямостоячий кустик. Вот именно в кашпо. Если выращивать в открытом грунте, то, конечно же, кустовые неплохо будут смотреться в цветниках. Мне нравится раскидистая, свисающая форма куста. Цветет катарантус без перерыва, цветет яркими цветами. Цветы очень красивые, напоминают цветы флокса метельчатого или барвинка. Ну или еще с каким-то цветком есть у него схожесть. Цветовая гамма у них различная. Есть белые, есть розовые, есть нежно-нежно-розовые, сиреневые. Я остановила свой выбор на ярко-малиновой цветовой гамме. Сорт не знаю, как называется, покупала рассадой. И теперь из года в год выращиваю самосевым. Этот способ размножения есть в одном из роликов. Способ без заморочек. Очень мне нравится. Получилось так чисто случайно. Катарантус сам насеялся в соседний цветочный горшок. Осенью взошел. Я его сохранила в доме на окне. Катарантус нарастил массу за зиму. К весне зацвел. И уже весной, как только наступили теплые дни, я выставила цветущий горшочек с пышным кустиком украшать двор. И теперь так вот из года в год и размножаю его. Выращиваю в длинных контейнерах. Их просто очень удобно хранить на подоконнике зимой. И к тому же в таком контейнере много рассады получается. Ближе к весне я ее рассаживаю по горшочкам. Часть оставляю в этом же длинном горшке. А уже в марте катарантус зацветает на стеллажах под лампой. И в конце апреля я выставляю во двор красивые цветущие контейнеры. А вот в этом году, конечно же, весна немножко подвела. Была холодная, дождливая. И поэтому только в середине мая я вынесла катарантусы на открытый воздух. После того, как выношу на открытый воздух, неделю держу в полутени. А затем уже выставляю на палящее солнце. Катарантусы радуются и цветут. Цветут и радуются. И радуют всех, кто видит эту красоту. Поливаю каждый день или через день. Смотрю по погоде. При поливе добавляю фертику, растворимую для цветущих растений. Чередую с настоем травы или конского навоза. Катарантусы предпочитают нейтральный, плодородный, рыхлый грунт. Растут и цветут на солнце и в полутени. А вот в тени цвести будут очень-очень скудно. У катарантуса и цветок красивый, и листва очень красивые. Удлиненные листья темно-зеленого цвета глянцевые. То есть кустик очень красив и цветами, и своими листьями. Красивая листва много значит для растения. Вот именно такая красивая листва придает катарантусу здоровый, привлекательный вид. Побеги у ампельного катарантуса не длинные, всего 25-30 см. Я не прищипываю их, они сами неплохо кустятся, дают боковые побеги. Семена у катарантуса образуются в коробочках. При созревании коробочка темнеет, растрескивается и семена высыпаются. Можно их собрать для посева. За время выращивания катарантусы не болели, не повреждались вредителями. Перед тем, как занести их на хранение на зиму, я обязательно обрабатываю от вредителей в целях профилактики, чтобы не занести вредных насекомых с улицы в дом и уберечь другие растения, которые будут зимовать в доме вместе с катарантусами. Контейнеры с цветущими катарантусами украшают зону отдыха. Можно их выставить в саду на освободившееся место после обрезки многолетников, например. Хорошо смотрятся в композиции с колиусами, шалфеями, невысокими хвойными растениями. На их фоне цветы катарантуса становятся еще более яркими. Интересно сочетаются с самшитом. Красиво смотрятся на фоне плюща. Размножается катарантус семенами. Семена можно купить, они продаются. Сеять надо очень-очень рано, в январе или даже в декабре, потому что цветение наступает через полгода от момента посева. Поэтому выбираем только ранний посев. Размножаются катарантусы черенками, беспроблемно. Так что если есть у знакомых красивый сорт, можете веточку срезать и укоренить, оборвав при этом все цветочки. Я размножаю самосевым. Кому интересно видео, посмотрите, ссылочку оставлю внизу. Там я все подробно рассказываю, каким способом идет размножение без заморочек. Вот и все, друзья. Рассказала вам о таком прекрасном растении, который называется катарантус. Для нашего южного климата это лучший выбор. Если кто-то еще не знаком с этим растением, прошу обратить внимание на него. Я думаю, вы нисколько не разочаруетесь. Друзья, благодарю, что вы со мной. Если видео вам нравится, если оно оказалось полезным, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь до новых встреч. До свидания. 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 До свидания.